И люди стояли вот так вот и слушали, потому что это живое, что искренность важна, чтобы это слово шло от сердца, такая открытость. Ну, в принципе, вот из того, что лично ко мне относится, я могу вам рассказать то, что моя мама, она последние полгода делала батюшке диализ, и он о своей кончине предсказывал на диализе. Если нужно, я могу рассказать. Ну вот, ему делали диализ, хоть бы не соврать, в среду было в этом году успение, он нам давно говорил, что я скоро умру, я последние… То он говорил, я с вами последние деньки, потом прошло несколько месяцев, я с вами последние минуточки, я на вас кричу, но это же крик моего сердца, вы же все бездушные, говорит, вы меня не слышите, а это уже последнее время, молитесь со мной, это время моей гефсиманской молитвы. Конечно, вот сейчас вот, тогда дело в том, что он нам это часто говорил, ему вот так вот, по своей бездушности мы привыкли, вот, а он нас предупреждал, что он уйдет. Мы все не верили, потому что его возят, привозят в больницу, мы привыкли, в общем-то, к тому, что ему то плохо, то лучше, в общем-то, как-то мы надеялись, что Господь за наши там молитвы, за наши слезы оставит нам батюшку. Вот. Ну, последний диализ, который мы здесь сделали, он сидел так на кроватке и говорит, ну, праздник Успения, такой праздник, я не достоин на него умереть. А то он всегда, вот знаете, какой праздник, он ему так плохо, и он, Господи, ну забери меня, ну забери меня. А в этот раз очень глубоко молитвенно переживал. Вот. И он служил, ну, это вот священнослужители, которые в алтаре, они вам лучше расскажут. Он настолько выкладывался на службе, но он ко всякому, в принципе, делом так относился, не так, что тап-ляп спустя рукава. Вот. Ему бывало плохо. Вот это как большой праздник, он помирает. И, конечно, болезнь терпеть, ну, я думаю, что каждый знает, что тяжело болезнь терпеть. Бывало, Господи, забери меня, Матерь Божья, забери меня, застопни... Это я сама слышала, конечно, сердце крови обливается. Застопница усердная, помоги мне. Вот ему настолько плохо. Вот. И он зовёт Матерь Божью. Она его на Успение забрала. А вот это последний раз, когда он сидел и сказал, что я не достоин умереть на Успении. Это такой праздник. А праздник Успения был его любимейшим праздником. Вот Пасха и Успение, Страстная Седмица и Успение. Он этого Успения весь год ждал. Всегда так плащаница благоговейно преклонялся. Ну, никакой человек вот так вот... Прямо он к Божьей Матери преклонялся. Вот. И он говорит, ну что ж, надо умирать. Как бы мне вам праздник не испортить. И так спокойно. Говорит, ну ничего, вы служите литургию. Ой, вы служите чин погребения. У нас чин погребения служится ночью. А я к литургии приеду. Ну, вот так оно и получилось. Гроб его как раз на часах к литургии привезли. Ну, и много такого. У нас здесь был батюшка, такой благоговейнейший диакон, отец Илья. Он приехал в начале августа, жил тут две недели. Его постригли. Нет, в конце июля. А умер он, по-моему, 19-го. Где-то возле преображения, что-то в этих числах. У него был рак лёгкого. Но он... Батюшка его очень почитал, любил. Он его забрал, потому что семья у него была неверующая, и они его не любили. Ну, так батюшка нам рассказывал, я уж не знаю, как там на самом деле. Вот. И этот отец Илья, он был очень благоговейным. Вот в каждом человеке есть какая-то черта, вот, особенность. Вот он был благоговейным. Он всю жизнь прослужил диаконом на приходе. И он в алтаре никогда не садился, будучи уже таким больным, тяжёлым. Харкал кровью, кашлял. Он стоял. Вот если сильно устанет, на коленочке станет, немножко постоит. Всегда со склонённой головой. Очень почитал священнический чин. Отец Илья кланялся перед всеми. Вот так вот он, когда ему сказали, что его постригут в схим, он, бедный, думали, он сознание потеряет. Он настолько, что это страшно, рукоположит в священника. Вот. Он на трапезе бедный, он, это вот потрясло просто. Вот. Но он не дожил до этого времени. Его постригли только в монашество на Илью, пророка. Нарекли отцом Илью, он был Иоанном, дьяконом. И он умер. Тоже такая была кончина у него мирная. Ну, часто и кашлял, и рвал кровью, потому что у него уже метастазы в лёгком были. А они с отцом Лазарем где-то там в цветочках перед богадельней сидели, беседовали. А потом, то ли отец Лазарь ушёл. Я вот точно не знаю, как там ситуация была. В общем, через несколько минут моя мама, матушка Галина, моя мать, она врач. Звонит медсестра, мать Спиридония, говорит, отец Илья рвёт крови. Мама моя говорит, ну, ты его наклони, головку. Это бывает у них, у таких больных. Я сейчас прибегу. В общем, она пока бежала, он уже почил. Он захлебнулся, большой сосуд, видимо, лопнул. Его облачили, все обители его перенесли в храм. Такое было какое-то время. Так вся обитель собралась вечером. И поставили в храме. А потом была служба на следующий день. И чин отпевания монашеские. Длинные там стихиры должны петься. А так как все уже приустали после службы, то ли молебен был. Ну, в общем, там мы поздновато закончили. И певчие были уже такие уставшие. И мы одно стихиру пели, а остальные читали. Приезжает, а батюшке было плохо. Приезжает батюшка в храм и даёт нам разгон. Как это, я не знаю, как это называют. Кричит, сильно кричал. Мы даже некоторые роптали, что батюшка в храме так сильно на нас шумел. А он говорил, говорит, какие вы бездушные. Какие вы пустые. Мы должны все тут попадать на колени перед этим гробом и молиться. Он угодник Божий. Он столб. Его лицо фаворским светом осеивается. Но мы-то ничего же не видим по своей слепоте. Он говорит, вы должны молиться, чтобы Господь вам за его молитву даровал христианскую мирную кончину. Вот про отца Илья. Он так Илью рассказывал. И батюшка так вот скорбел о том, что мы так спустя рукава как бы отнеслись к этому. И уже после смерти батюшки напечатали фотографию. Она есть у отца Иоанна. Я не знаю, что это такое. Там прям огненные лужики из гроба выходят. А батюшка ему говорил, отца Феофана, вот иди сюда, вот тут вот стой и фотографируй. Это уже после смерти. То есть он видел это, а мы не видели. Чтобы не унывали, братья и сестры. Какой-нибудь Акафист споет, типа, радуйся, матушка Ефросиния, шкапа ни на что не годная. Ну вот так вот. Бывало, пошутит что-нибудь, поддержит. Чтобы все-таки здесь же службы долгие, люди устают тоже. Все равно же немощь человеческая. Чтобы люди не унывали, не чувствовали себя какими-то обделенными. Вот мне мирские люди говорят, у вас тут прям как красивая клетка, как тюрьма. Да я говорю, да что вы такое говорите. Какая же эта клетка? Да нет. Просто это другая жизнь. Не спрашивают же у художника, почему ты художник? Ну почему ты рисуешь? Или почему ты на пианино играешь у пианиста? Почему ты монах? Это тоже они спрашивают. Потому что это призвание. Это так Богу угодно. Вот. Вот так вот тут. Он батюшка всех собирал, собирал. А вообще он нас смирял. Он говорил, кто тут собрались? Мусор рода человеческого. Это отребье. Посмотрите, кто тут стоит. Зэки, блудники, блудницы. Как он на бортичке говорил. Но вообще он прямо все это называл своими словами. На проповедях это не тайна. Так вот он говорил. Но он понимал человеческие все эти грехи, все эти душевные, духовные болезни. Старался как-то, чтобы люди не просто осознавали грехи и унывали. Просто бывает такое вот покаяние, оно до отчаяния доходит. А старался, чтобы это было покаяние в действии. Чтобы человек выбирался из этой кучи грехов. Он очень мудрый был человек, образованнейший человек. Вот я вчера общалась с профессором из Донецка, медик, женщина, тоже очень образованный. И она говорит, мы с ним даже в больнице соревновались в чтении Пушкина. Вот. Он просто не выставлял это на показ. А к каждому, к каждой Души он находил особый ключик, чтобы эта Душа раскрылась. Потому что все мы в своей скорлупе в таком ходим. И никак не хотим из нее вылезти и открыться этому миру. Все-таки Творение Божие, оно светлое и радостное. Пусть это ее долю плача, которую мы сделали, это ее долю своими грехами. Но все равно Бог все хорошо создал. Каждый человек имеет в себе росток добра, чего-то светлого. Редко бывает такое, что все заглохло там уже намертво. Батюшка этот росток расчистит, ухаживает, покрепляет там. Ну как в евангельских притчах. Как апостол Павел говорил, для всех я сделала все всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Я не дословно, конечно. И батюшка тоже, он старался, чтобы каждый человек нашел свою личность. Вот, старался, чтобы эта личность развивалась. А самое главное, в общем-то, суть всего, это его любовь к Богу. Почему вот все здесь случилось, почему люди собрались. Потому что он горел. Он горел этой любовью. Мы все-таки, по большей части, мы тлеющие. Мы так, там где-то что-то у нас там. Вот. А он горел. У него не было такого там направо, там налево, вперед. И нельзя сказать, что вот он был какой-то там супермен, что ли, нет. Суперчеловек. Он был человек, но вот он говорил так. У меня такие же грехи, как у вас. Я такой же немощный человек, как и вы. Но я держу себя в руках. Вот так вот он говорил. Нельзя распускаться. Давать себе поблажек. Вот давай, бывает, шутит. На проповеди рассказывает. Ну что, слава Богу, что Господь избрал вас от мира в этот день. Что вы оставили суету, пришли в храм, помолиться Богу. Вот. Говорит, слава Богу, что вот Господь вас так привел. И меня утром тоже. И то болит, и сё болит, и нет сил. А меня мои келейники один за руку тащат, другой сзади подталкивают. Вставай, дед, пошли на службу. Вот так. Батюшка добрый, жизнерадостный. Он и такой, ну и строгий. Он и так вот, чтобы просто рассусоливать, всё на меру по существу, столько, сколько надо. Деда, это его между собой звали дед? Нет, это он шутил. Это он шутил. Он себя всегда смирял. Ясь... Мне говорят, я прозорливый. Я не прозорливый, я прожорливый. Я сельский поп. Он смирял, потому что это очень тяжёлое искушение славой человеческой. Вот. Его тяжело переносить. О своих духовниках он вспоминал? Вспоминал, но я очень мало знаю. Он называл имена. Отец протеерей Дмитрий Песков. Исхиегумен Валентин, фамилия, не знаю. Митрополит Никодин, который его постригал. Вот. Ещё кого-то называл. У него было много таких друзей духовных. Многих он знал лично. И митрополитов. Я знаю, что его хотели в Японию миссионерам направлять. А вот так вот ему духовный отец сказал, что это не его путь. Я всё с рассказов. Я лично не слышала, потому что я в последнее время батюшка уже не мог общаться. Я вот бывало, я приду к нему чай попить. Он не пожалуется. Потому что он же тоже на дялись. Он говорит, вот то-то, то-то, матушка. Я говорю, ну, шабачка, надо терпеть. Вот это мы друг другу пожалуемся немножко. Потом скажем, ну, надо терпеть. Он благословит. И всё. Там угостить чем-нибудь, там покормит. Сам уже кушать толком не мог. Плохо ему было. И всё вот так вот у нас последние встречи такие были, краткие. Ну, у нас на клироссе, у нас просто такой вот, как вот, минута паралича такой, она уже не вмещалась. Ну, как это батюшки нету? Ну, как это так? Конечно, он есть, он с нами. И потом. Скорбь была, была скорбь, конечно. Ну, как расставание. Всё равно даже ненадолго, если расстаёшься с любимым человеком, скорбишь. А это так серьёзное, такое расставание. Ну, ничего. Братья даже намного помнить о нем. Когда я переехала первый раз, батюшка был ещё бодренький. Он сам ходил с постухом, правда. Ну, так на службу сам идёт, он ту-ту-ту, всем указания даёт. Вот он и в последнее время давал указания, но он сам ходил. Вот. И на проповедях, по полтора часа мог проповедь говорить. И люди стояли вот так вот и слушали, потому что это живое. Что искренность важна, чтобы это слово шло от сердца. Такая открытость. Вот. И хотя он не леничал там ни с кем, всё говорил, как есть. Вот. И бывало и крепким словом назовёт, как оно. Вот. Как оно и есть на самом деле. Но это не было обидно, потому что видно было, что он говорит это искренне. Не для того, чтобы сделать кому-то больно, там, или показать, что он там, или святой, или что он. А чтобы людей вытянуть, чтобы они лучше становились. То это ненормально, потому что в миру, вот, сдвинута шкала ценностей, понятия морали, сдвинуты очень сильно. В одной грани, в мужской и женский монастырь, этого нет. Что? Нет, в церкви такого не бывает. Как в мужской и женский монастыре в этой грани? Как? Монах и монашка – одна рубашка. Господь покрывает своих. Как это возникло? Это была задумка у батюшки? Вначале хотели сделать женский монастырь на Никольском храме, а мужской здесь. А потом, ну вот так, батюшки, или Господь ему так открыл. Я считаю, что Господь ему так открыл. Потому что в любом женском монастыре все равно нанимают мужчин рабочих. Есть такая работа, которую монахи не выполнить не могут. Это без разницы. И это обычно люди посторонние, мирские, которые жизни монашеской не знают. Очень частый рамок не знают. У нас были такие искушения, что рабочие вели себя нехорошо по отношению к сестрам. И эти же наши же братья, они им объясняли, как нужно себя вести. А эти люди, они же пришли не просто там, чтобы где-то пригреться. Это здесь последние три года вот это все настроили. А что тут было? Вот этот корпус был, вот этот корпус был. И все. И спали на улицах под кустами. И в этих, в грузовиках летом. Потом богодение появилось. Тут ничего не было. Люди пришли служить Богу. Если ты хочешь семейной жизни, никто тебе не запрещает. Живи в миру, устраивайся там как-нибудь. Сюда люди приходят, чтобы отдать свою жизнь служению Богу, служению людям, молитве за весь мир. Это так надо. А за братья и сестер вы не можете понять? Нет, я за батюшку. Вот все-таки, понимаете, в чем уникальность? Вот как на это все смотрел отец Засима? Все-таки мне... Как он нас воспитывал? Крепко. Мужской и женский монастырь. Один путь все-таки спасения женщин и монахин. И все-таки мужской путь. Отличие. Почему-то? Духовник один. Тезасим. Как вот длину душу это все пересекалось? Ну это я думаю, что это один Господь знает. Ну, просто он нас держал в строгости, он нас воспитывал. Он говорил так, но это я не знаю. Он говорил, беса надо бить по морде. Двинуть и все. Ну, никому не приходилось так двигать. Просто нет надобности. Это вообще... Я не могу. Я рассказываю только то, что я видела, и какими-то там своими мозгами, куриными, пытаюсь это понять и объяснить. А он говорил, вы меня не понимаете. Может быть, потом поймете. Но он не то, что говорил, вы меня не понимаете. Он говорил, что просто вы должны смиритесь пока что. И потом поймете. Ну, я вам скажу, что очень много, значит, воспитания. Он воспитывался в православной семье, в семье монахинь. Тетя у него была монахиня и мама. Он с детства был христианин. Это очень многое значит. Он был верным христианином. Он всю жизнь шел этим путем. Ну, как бы он накапливал этот опыт борьбы. Вот. А мы шо? Ну, что вот я? Шесть лет я монахиня. Детский садик. Поэтому глазами батюшки я никак не могу посмотреть в любом случае. Я не вижу здесь сейчас человека, который был. Может быть, кто-то и может. Потому что... Умом это не постигается. Это сокровенное сердце человека. Новый человек. Вот, который живет. И батюшка это все... Я думаю, что он был проводником божественной благодати. Что Господь ему открывал, как надо делать. Что нужно делать. Потому что видно по жизни, из каких тяжелых коллизий люди выходили. Кем они становились потом. Какое было действенное покаяние. Это же все не зря. Правильно? По плодам, знаете их. Вот плод. Два монастыря. На одной территории. В разных корпусах живем. У каждого свое послушание. Каждый свою работу делает. Один, то, один, все. Все. А путь один. Это не имеет значения. Душа нет. Мужской души и женской души. Такого нет. Ни удей, ни елена, ни женского, ни мужского пола. Все новая тварь во Христе. И все. Это не имеет значения. Главное, чтобы человек не распускался. Он знал свои рамки. Что можно, что нельзя. А здесь, даже если крен пошел какой-то, здесь же мы все вместе, как на ладошке. Все видно. Помогут поставить на место. Чем хорошо общежительное жительство. Что здесь в обществе легче. Потому что сам ты себе оценку дать адекватную не дашь. А тут как раз со стороны виднее. И тебя. И так каждый друг друга подталкивает, подпирает. И так вместе легче. Правда легче. Ну, свои сложности есть, конечно. Ну, за батюшки на молитве. Я думаю, все будет хорошо. Наши обители.